Криповые истории из реальной жизни, в которые никто не верит. Неделю назад, ровно в 3.34 ночи, ко мне пришла моя младшая сестра. Она слезно просила мороженое. Я не могу ей отказать, поэтому покорно иду на кухню и ставлю лакомство на обеденный стол. Следующей ночью, в 3.34, Лили снова ко мне пришла. Но на этот раз девочка сообщила, что ей холодно и страшно в темной комнате. И снова я покорно пошел за ней в спальню. Сначала решил закрыть окно, но подойдя к нему, меня будто невидимая рука стала подталкивать вниз. Было очень тяжело удержаться на своем месте. Мне очень страшно, Билли. Я стал успокаивать сестренку, хотя сам в этот момент дрожал от страха. Утром мама спросила, с кем я разговаривал этой ночью. Рассказал про то, что Лили не могла уснуть, и я долго ее успокаивал. Мама сильно расстроилась и ответила, что мне снова пора идти к психотерапевту. И вот, опять в 3.34 ночи, Лили снова приходит в мою комнату и говорит, что ей скучно и что я должен почитать сказку. Я не могу ей отказать. Опять подчиняюсь приказу моей сестренки и иду за книгой. Вы можете справедливо указать мне на то, что это вовсе не страшная история. Но моя сестра вот уже три года как мертва. Где-то раз в год в течение месяца она приходит ко мне в 3.34 и просит что-то сделать. Если я отказываюсь, то в моей семье кто-то умирает. Мои родители не верят мне и считают, что я просто тяжело переживаю потерю близкого человека. Но это не так. Вчера Лили снова приходила в мою комнату и просила теплое одеяло. Когда я ее укрывал, то глаза сестренки вмиг почернели, и она сказала, «Я хочу, чтобы ты был со мной. Мне там очень скучно и страшно. Рано или поздно так и будет». Однажды я находился дома, и мне позвонили. На другом конце голос молодой женщины. Очень взволнованно она сказала следующее. «Привет. Мне кто-то позвонил с этого номера и сказал, что здесь находится моя пропавшая кошка. Что ж». Ответил ей, что у нее должно быть неправильный номер, потому что я определенно не звонил никому, и у меня нет чьей-либо кошки. Вот и весь разговор. Девушка повесила трубку. Минут через десять я отправился за своей почтой. Живу на первом этаже, оставляя дверь своей квартиры приоткрытой. Как только толкаю дверь в тамбур, где находятся почтовые ящики, в мою квартиру бегом пробирается черно-белый пушистый комок. Возвращаюсь в свою гостиную и вижу это милое создание, которое сидит на подлокотнике моего дивана, глядя на меня. Немного удивлен. Имея в виду, я только что сказал кому-то, что у меня в квартире нет случайных кошек, и вдруг одна такая расположилась на моем диване. В любом случае, надо принимать решение. Я заметил, что у кошки есть бирка на ошейнике. Прочел текст. «Привет, меня зовут Скитлз. Если я заблудилась, позвоните моей хозяйке по такому-то номеру». Набираю этот номер и жду ответ. Это молодая женщина, которая только что разговаривала со мной всего десять минут назад. Я, немного запинаясь, сказал. «Это будет звучать странно, но теперь у меня есть ваша кошка». Конечно, хозяйка Мурлыки быстро добралась по нужному адресу, прошла в квартиру и очень подозрительно посмотрела на меня. Потом поблагодарила и ушла. У меня нет объяснения этому случаю. Три часа ночи. Сижу в интернете, а сзади меня на кровати спит моя младшая сестра. На тот момент был достаточно взрослым парнем. Мне тогда было примерно одиннадцать лет. И не верил в мистику. Поэтому, когда услышал непонятный хрип, подумал, что у Эрин, моей сестры, простудой нужно будет сказать об этом маме. Звук становился все громче. Появлялось ощущение, будто кто-то хрипит мне прямо в ухо. Сначала подумал, что у сестры совсем плохо с дыханием, и тут же испугался, что она задыхается во сне. Резко поворачиваюсь и вижу, что она не спит и внимательно смотрит на меня. В следующий миг девочка прошептала «Это не ты?» И, как будто отвечая на ее вопрос, из пространства прямо между нами послышался страшный и пугающий хрип, на этот раз намного громче. Как испуганные кролики, застегнутые врасплох, мы оба вскочили на ноги, а затем замерли, прислушиваясь. Звук снова разорвал тишину. Рычание нарастало все больше и больше. Логично предположил, что в комнату забралось какое-то животное. Мы вместе стали осматривать спальню, но никого не было. Решил, что оно забралось под кровать. Разворошили постель, раз пять передвинули кровать, но ничего так и не находили. В какой-то момент мои ноги начали цепенеть. Пол был будто дно морозилки, а это на минуточку разгар лета. Моя сестра тоже это почувствовала. Мы забрались на кровать, я инстинктивно стал смотреть на дверь, боясь, что кто-то оттуда выйдет. Спустя минуту слышу истеричный крик Эрин «Смотри в окно!» За стеклом было какое-то лицо, только лицо, без тела. Оно было бледным и серым, а глаза светились, как у волка. После этого мы оба стали слышать жуткий и пугающий смех. От страха выбежали из комнаты и стали звать родителей. Когда мы вернулись в комнату, все было как и обычно. Пол такой же температуры, как и в остальном доме. Все вещи лежат на своих местах, а кровать идеально заправлена. Что это было, понятия не имею, но, к счастью, больше нас это лицо не посещало. Я была бездомной, живущей на улице Сан-Франциско. Ночевала, где попала, около двух лет. Ела из мусорных контейнеров, много некачественной выпивки и многое другое в какой-то момент чуть ли не угробили меня. В очередной раз меня при смерти привезли в больницу. Врачи спасли мою жизнь, и уже через неделю я на своих двоих пошла вновь бродить по Сан-Франциско. Той же ночью, помню, нашла какой-то заброшенный киоск на окраине города и зашла туда, чтобы переночевать. Где-то в три ночи внезапный стук разбудил меня. Так как не до конца еще проснулась, я открыла дверь киоска и на пороге увидела странного мужчину. Он был явно одет не по моде. Незнакомец вошел в киоск и брезгливо осмотрел мое временное пристанище. Без предисловий и вступлений мужчина начал свой странный монолог. «Посмотри на себя. В кого ты превратилась?» Уже хотела возразить и послать хама, ведь никто не имеет права говорить так обо мне. Но тот грубо прервал меня. «Молчи. Запомни этот день. Ровно через год, 25 июля 2017 года, в 3.34 ночи я приду снова. Если ты не исправишься, то заберу тебя с собой». Незнакомец кинул старую монетку и растворился. Я не шучу, он буквально растворился. Конечно, можно сказать, что это галлюцинации, но нет, я была абсолютно трезва и в своем уме. Мне было очень сложно исправиться, были срывы, больницы, травмы. Но монетка в кармане возвращала меня к цели вернуться в нормальную жизнь. Через год после странного события я честно могла сказать, что здорова. Работала тогда официантка и снимала комнату. Конечно же, я ждала этого незнакомца 25 июля 2017 года, но он так и не появился. А вот монетка внезапно пропала из моего кармана. У меня начался отпуск и появилось много свободного времени. Поэтому я решил окунуться в историю дома, в котором сейчас живет наша семья. Примерно в 1760 году он был построен. Первыми обитателями стало семейство Итан. И этой династии жилище принадлежало в течение следующих 100 лет, прежде чем стать ночлежкой в 1865 году. Между 1820 и 1830 годами умерли Джон Итан, его жена Салли и семеро из их девяти детей. Хозяин выбыл первым. В 1821 году, вероятно, от язвы. Следующий старший сын умер не в доме. Вскоре после смерти отца он бесследно пропал в море. Салли и семеро детей оставались в этом маленьком домике в очень тяжелых обстоятельствах. Затем в быстрой и душераздирающей последовательности остальные члены семьи начали умирать один за другим. Салли и шестеро маленьких ребятишек скончались от чахотки, страшной болезни, которую мы теперь знаем как туберкулез. Из большой и крепкой семьи всего 10 лет назад остался один человек. Чарльз, второй старший сын, единственный выживший, собрал вещи и уехал на запад, в Канзас. Но ни счастья, ни удача, ни долголетия там его не ждали. И бедолага умер в 1856 году, все еще будучи молодым человеком. Два дня назад около трех часов ночи одновременно упали две отдельно висящие картины. А вчера вечером я лежал в постели, пытаясь заснуть, и услышал, как на стол поставили чашку. Или что-то в этом роде. В ночной тишине звучало так, будто кто-то перевернул чашку и громко стукнул ею о поверхность. Но то, что произошло прошлой ночью, заставило меня всерьез задуматься о переезде. Помню, в тот момент стоял в коридоре, возле двери в туалет. С противоположной стороны от санузла была лестница. И задумался о чем-то, это было просто минутное погружение в свои мысли. Поэтому не сразу заметил чей-то шепот «Джонни». Сначала почему-то подумал, что моя жена что-то мне говорит. Но в ту же секунду вспомнил, что меня зовут Томас. «Джонни, где мой сын?» «Что? Какой Джонни? Какой сын? У меня две дочери!» Подумал я, и в ту же секунду вспомнил о прошлых жителях этого дома. Но не успел я как-то среагировать, как тут же меня кто-то невидимый толкает с лестницы. К счастью, серьезных травм я не получил, только ушибы. Но теперь меня не покидает мысль, что нужно срочно валить отсюда, пока не пострадали мои родные. Когда мне было 10 лет, мы жили в старом доме. Я хорошо запомнила один жуткий момент. Ночью внезапно проснулась и не сразу поняла, что стало причиной пробуждения. Единственный свет в моей комнате был от уличного фонаря, проникая через окно. Так что я могла видеть кое-что на небольшом расстоянии, но все вокруг было довольно темным. Мой компьютер и стул находились в другом конце стены. Между нами располагалось окно, поэтому в том углу еще темнее, чем где-либо в моей комнате. Перед этим я спала лицом к стене, поэтому в какой-то момент решила перевернуться, чтобы проверить, смогу ли я снова уснуть в другом положении. Как только легла на другой бок, глаза сразу выхватили из темноты мой стул. Я увидела сидящую на нем фигуру. Она не была похожа на человека, больше на чудовище или на демона. Увиденное настолько поразило меня, что я полностью затаила дыхание, неподвижно замерев в постели. Я смотрела во все глаза прямо на эту темную сущность возле моей кровати, не решаясь пошевелиться. Могла видеть только темные очертания призрака, но все-таки разобрала, что он был взрослого размера, намного больше меня. Единственное, что я четко разглядела в сидящем на стуле, это глаза. Они светились в темноте и выглядели на черном фоне темно-красными, как рубины. Мои глаза начали слезиться, горячими каплями обжигая лицо, поэтому я стала молиться. Она шептала слова молитвы, едва шевеляя анимевшими губами, примерно полчаса. Просто лежала и смотрела перед собой, стараясь не допускать мысли о плохом исходе такой встречи. После того, как я закончила молиться, сквозь слезы обратилась к призраку. «Пожалуйста, оставьте меня в покое! Я не хочу умирать, дайте мне поспать!» Затем накрыла голову подушкой и подумала, что если останусь в укрытии, то все будет хорошо. Он оставит меня в покое. Заснула, а когда проснулась утром, возле кровати никого не было, только мой стул стоял рядом, сиденьем развернутый ко мне. Но я точно помню, как задвигала его за стол. Я жил с соседом по комнате в старом доме, построенном в начале 1970-х годов. К основному зданию был присоединен гараж, который немного выдвигался вперед к улице. Жильцы, находясь в этом месте, могли слышать, как люди подъезжают к дому, идут к входной двери. Итак, однажды ночью сижу в гараже и курю. Вдруг слышу сильный стук в железную дверь. Потом все стихает. Я думаю, может, это ветер громохнул воротами. Но стук начинается снова, и очень отчетливо слышится голос девочки-подростка, которая кричит «Впустите меня! Помогите!» Вскакиваю и быстро иду к входной двери. Открываю. Никого не видно. Безветренно. Весь день шел снег, так что должны остаться следы, если это была чья-то глупая шутка. Но никаких следов ног или отпечатков шин. Ничего. Когда я был совсем маленьким, меня нянчила бабушка по материнской линии. Она проживала в своей крошечной городской квартире в большом американском городе. Старушка Нана по происхождению была литовской цыганкой. У меня осталось так много странных воспоминаний о времени, проведенном с ней. Вот пример. В шесть лет я любил смотреть, как моя бабушка водится на кухне. Ставил стул рядом со столом у плиты и помогал Нане готовить с нуля всякую вкусную еду. В детстве меня учили никогда не прикасаться к плите. Особенно опасно, когда конфорки красные. Речь идет об электрической плите. Однако я был свидетелем того, как моя бабушка положила всю ладонь на ярко-красную горелку, и с ее рукой ничего не случилось. Нана в тот момент отвлеклась на своего кота, и, прогоняя его, рассеянно оперлась о плиту прямо на круг. Я был поражен. Я отчетливо помню, как мой шестилетний мыслительный процесс развивался примерно так. Может быть, меня обманывают, и плита не горячая? Я должен это проверить. Но как только я собрался коснуться горелки, бабушка мгновенно оттолкнула мою руку, больно ударив по ней. Она посмотрела мне в глаза и строго сказала, «Нет, ты не можешь этого делать». Помню ее гневное выражение лица так отчетливо, как будто это произошло пять минут назад. В доме, в котором я жила в детстве, происходили странные вещи. Однажды маркер влетел в ванную, когда я была в туалете и чуть не ударил меня по лицу. В то время наверху никого не было. Я единственная на весь второй этаж. Дверь в мою комнату оставалась открытой, поэтому могла ясно видеть, что в тот момент, когда влетел маркер, в коридоре никого не было. Бывали дни, когда дверь моей спальни постоянно открывалась и закрывалась сама по себе. Однажды, когда мы играли с моим братом, телевизор в его комнате внезапно включился. Из-за громкого звука, исходящего от снежного экрана, ничего не было слышно. Мы не могли выключить его, нажимая кнопку питания. Я отсоединила телевизор от сети, но он оставался включенным. Мы с братом растерянно посмотрели друг на друга и быстро вышли из комнаты. Моя сестра, двоюродный брат и я однажды играли в нашей комнате, когда дверь закрылась сама по себе. Я подошла и попыталась столкнуть ее, но она не поддавалась моим усилиям и не открывалась. Мы начали кричать, когда не смогли выйти наружу, насторожив своими криками родителей. Моя мама и тетя пробовали открыть дверь в течение 20 минут, прежде чем та распахнулась сама по себе. Моя сестра старше меня, и у нее есть еще более странные истории о нашем доме. Сейчас я живу отдельно, достаточно далеко от родителей, но в моем нынешнем доме по-прежнему случаются загадочные явления. Однажды ночью душ включился самостоятельно. Вода была настолько горячая, что моя ванна превратилась в сауну. Я живу одна, но личные вещи часто исчезают только для того, чтобы снова появляться в случайных местах недели или месяцы спустя. Меня всегда интересовала возможность появления инопланетян, но я никогда особо не задумывался об этом. Идея об использовании светового луча для контакта с внеземными цивилизациями зародилась у меня в голове именно под влиянием прочитанной заметки на Reddit. Во время рабочей поездки в Сингапур в 2011 году я купил мощный лазер с USB-подключением за очень небольшую сумму. Только представьте, блок мощностью 200 милливатт, с дальностью действия 70 миль. Когда вернулся домой в Великобританию, немного поигрался с этим устройством и запрограммировал в лазере мигания последовательности простых чисел в цикле от 2 до 97. Учитывая, что на дворе была зима и погода довольно пасмурная, я положил прибор в ящик и забыл о нем, пока не пришло лето. Накануне самой насыщенной ночи метеоритного дождя «Персеид» в 2012 году достал свой лазер и решил приступить к испытаниям. Мне всегда нравилось выходить на улицу в такую ночь. Каждый год делал таймлапс-потосъемку звездного неба. Обычно такие снимки выполняются широкоугольным объективом на 24 мм, хорошо показывающий Млечный Путь, движущийся по небу. Но этой ночью все было иначе. Мне хотелось поэкспериментировать, и я переключился на более длинный объектив. Мой верный Canon 85 мм f1.2L. Это не очень хорошо для таймлапса. У меня не было никаких ожиданий, просто любопытно посмотреть, какие результаты это пронесет. Приклеил лазер к камере, чтобы его луч был виден в поле зрения объектива. Затем закрепил камеру на штативе и убедился, что ножки подставки надежно установлены в поле, после чего направил камеру прямо вверх. Подумал, что лучше всего делать фотографии, а не видео, чтобы получились качественные снимки. Я всегда делал несколько пробных снимков, чтобы убедиться, что мои настройки фокусировки, диафрагмы и выдержки в порядке. Все было хорошо. При просмотре изображения на экране камеры отлично видно звезды, картинка предельно четкая. Первые 20 минут ничего существенного не происходило. Млечный путь и несколько метеоров, пролетающих по небу. Мне нравились такие красивые ночи. С собой я прихватил термос, полный горячего шоколада, и теперь с наслаждением пил любимый напиток, любую звездами. А потом вдруг заметил, что немного в стороне от лазера появилась светящаяся точка, и она очень медленно вращается вокруг луча. В течение следующих минут начали появляться новые огни, может быть, по одному в минуту. Они двигались по небу и присоединялись к первому, вращаясь вокруг лазерного луча. Насчитал около 30 световых точек. Это были не самолеты, либо вертолеты, нет. Я ничего другого не слышал, кроме приглушенного городского шума, доносящегося с окраин моего города примерно в паре миль отсюда. Невозможно было оценить, насколько высоко кружились огни. Они казались довольно далекими. Но я уверен, что это не светлячки или другие светящиеся насекомые. Все огни вращались вокруг луча кругами по часовой стрелке около 10 минут. Сначала это кружение было независимым друг от друга, а затем некоторые светящиеся точки начали менять свою скорость, перестраивая движение. Я мог видеть огни, синхронизирующие свои обороты и медленно формирующие узор. Это была спираль, и она вращалась вокруг моего лазерного луча. Завитки спирали достаточно плотно располагались относительно друг друга, огибая бесконечным потоком яркий свет лазера. И моя камера могла все это запечатлеть. Я не знаю, как долго смотрел замечательное шоу, уже было снято достаточно много изображений, чтобы определить точное время. Это зрелище с НЛО, синхронизированными по спирали, длилось всего около трех минут. Но я готов поклясться, что смотрел на все не менее 30 минут. Просто в эти минуты потерялся во временном пространстве. А затем относительную тишину в этом поле прервали реактивные двигатели над головой. Огни в небе начали быстро гаснуть и исчезать с внешней стороны спирали, вплоть до внутренней, и все просто мгновенно растворилось в темноте. Тотчас подумал, что если они пропали из вида, я тоже должен немедленно уйти отсюда. Быстро собрал свое снаряжение и отправился домой. Было около четырех часов утра, и в моей крови бурлило слишком много адреналина, чтобы лечь спать. Я решил посмотреть снимки и скачал сделанные камеры изображения. Первые 20 минут они были хорошими, ночное небо и множество звезд. Но на моменте, когда должно появиться НЛО, кадр оказался чисто белым. Каждое изображение – сотни снимков. Я задумался на секунду, не сгорел ли сенсор. Сделал несколько снимков, и все было в полном порядке. Изменил настройки на всех белых фотографиях, пытаясь восстановить некоторые детали, но ничего не вышло. До тех пор я делал таймлапсы метеоритных дождей с тем же оборудованием, и никаких проблем никогда не было. На следующий день я вывел собаку на прогулку. Пошел своим обычным путем к окраине города, стремясь попасть туда, где наблюдал странные огни накануне ночью. Посреди поля стоял черный Land Rover Defender, а люди в военной форме осматривали все вокруг, кружа в том месте, где я делал съемку. Окликнул пса и продолжал идти вперед, стараясь не смотреть на них. В 2015 году я только начал свой бизнес. Совместно с моим братом мы занимались продажей домов. Однажды Боб, мой брат, был в поездке со своей дочерью. Отсутствовал в родном городе чуть больше недели, и только что вернулся домой. Я поговорил с ним по телефону, и он сказал, что мы должны встретиться. Тот будет ждать меня в пятницу в доме, который только что реконструировали, чтобы закончить его полностью и внести в список продаж. Когда повесил трубку и пошел на кухню, неожиданно для себя подумал, он не приедет навстречу, потому что у него случится сердечный приступ, и брат завтра умрет. Даже сам испугался таких страшных мыслей, поэтому постарался отбросить плохие предчувствия. В прошлом меня не раз ругали за негативную реакцию на некоторые события, поэтому научился держать это при себе и не делиться необычной информацией с другими людьми. На следующее утро сидел в спальне на краю кровати, когда зазвонил телефон. Посмотрел на номер звонящего, и это была моя мать. Сразу понял, что ранний телефонный звонок является предвестником беды. Мама сообщила, что у моего старшего брата только что случился сердечный приступ. Они вызвали бригаду скорой помощи, которая пыталась его оживить. Мама очень переживала о случившемся, немного погодя, она сказала, что перезвонит мне позже. Но я уже знал точно, что наш близкий человек уже умер. Спустился по лестнице и пошел на кухню, где долго стоял в оцепенении. Случайно взглянул на стену, на которую светило утреннее солнце, и поймал себя на том, что внимательно смотрю на яркое световое пятно на ней. Казалось, оно становилось все ярче и шире, и в одно мгновение полностью окружило меня и держало, словно укутывая в ласковых объятиях. Я совсем не испугался, даже не удивился происходящему. Просто стоял в одной позе, позволяя яркому приятному окружению успокоить меня. Так же быстро, как это произошло, солнечные огни исчезли, и я вернулся к реальности благодаря звуку звонка моего телефона. Сразу понял, что это значит, на секунду затаил дыхание, после чего ответил. Моя мать сообщала, что брат умер. По сей день я не могу этого объяснить. Моя мама выросла в сельской части Гватемалы, где колдовство было привычным делом, и у нее сохранилось в памяти много историй о странностях, которые она, ее братья и сестры испытали там. Из всех рассказов, которые мы слушали по вечерам в кругу семьи, самый жуткий был связан с молодым учеником знахаря, который много путешествовал по стране, исцеляя людей. Парень был убит разбойниками в глухой местности к западу от Гватемала-сити. Знавшие его люди хотели вернуть мертвое тело поближе к родному дому погибшего, чтобы похоронить там. Они заплатили небольшую сумму долларов за то, чтобы кто-то согласился забрать тело бедняги и привезти его на своем пикапе. Мужчина приезжает туда, загружает гроб в свой грузовик и отправляется в обратный путь, но в дороге машина ломается. Водитель выходит и отчаянно пытается привезти грузовик в рабочее состояние. Мужчина сильно торопился домой. Он совершенно один на пустынной дороге в темные часы раннего утра, так как солнце еще не взошло. Неожиданно к нему подходит молодой парень в красивом костюме. Он возникает просто из ниоткуда и предлагает свою помощь. В течение короткого времени незнакомец устраняет поломку. Водитель проверяет двигатель. Машина исправна. Парень быстро прощается, уходит по дороге, исчезая в темноте. Не успевший поблагодарить спасителя, мужчина нажимает на газ, приезжает к месту назначения, где его уже ждут. После некоторой подготовки приступают к похоронным мероприятиям. В числе присутствующих водитель проходит мимо открытого гроба, чтобы засвидетельствовать свое почтение. И видит, что мертвец в гробу, тот самый человек, который помог ему с грузовиком. По сей день меня пробирает дрожь, когда я думаю об этом рассказе. Несколько лет назад мой отец погиб в аварии, он разбился на мотоцикле. С того момента, как папа умер, начались странные вещи. Когда я вернулся в свое общежитие после похорон, каждый день в моей комнате происходили непонятные явления. Часы вдруг падали со стены, они меняли время и стрелки двигались в обратном направлении. Батарейки сами по себе отделялись от пультов, часто слышался стук. Более неприятными были моменты, когда я неожиданно получал удары. Вскоре они стали регулярными и довольно болезненными. Но самое странное, что случилось, было впереди. Я вернулся домой с колледжа, начались летние каникулы. После поездки принял душ, переоделся и направился обратно в ванную, чтобы закончить свою подготовку для встречи с друзьями. Это было одно из тройных зеркал на аптечке. На его поверхности проступал какой-то мазок. Я присмотрелся, мимолетно подумав, что он похож на буквы. Наклоняю голову ближе к надписи и вижу, что почерком отца написано слово «Я». Эльфийским символом, который был во Властелине Колец. Его повсюду любил ставить мой папа. Это случилось через шесть с лишним месяцев после его смерти. И я понятия не имею, как появилось слово, написанное рукой отца. Поскольку в доме были только я и моя мама. Точно знаю, что она это не могла сделать. У меня осталась фотография, которую я постараюсь найти, чтобы подтвердить правдивость своей истории. Помню один случай. Когда мне было 15 лет, мы с мамой на кухне готовили ужин и разговаривали. Возле двери на стене висела стойка с ключами. Вдруг одна связка сорвалась с вешалки, пролетела через всю комнату и упала на пол возле наших ног. Кроме нас в доме никого не было. Какая сила метнула ключи на расстояние около 8 футов? Вопрос остается без ответа по сей день. Однажды вечером мы тусовались своей компанией. Моим друзьям стало скучно. Захотелось развлечься чем-то экстремальным. И посоветовавшись, решили отправиться в заброшенную психиатрическую больницу. Подъехали к пустующему зданию на окраине города, вышли из машины. Нас было четверо. Я, мой лучший друг и наши подружки. Обойдя со всех сторон больницу в поисках входа, выяснили, что единственный путь внутрь лежал через комнату для вскрытия. Остальная часть здания была заблокирована. Итак, мы вошли в полной темноте, осторожно пробираясь друг за другом вперед. Как только оказались в кабинете вскрытия, одна из девушек начинает истерить. Она задыхается и плачет. Дрожащим голосом испуганно цепляясь за нас, девушка шепчет, что больше не может здесь находиться. Мы пробовали все варианты, что могли, чтобы убедить трусиху в безопасности. Громко смеялись и прикалывались над собой, показывая своим поведением абсолютное бесстрашие. Много раз повторяли громко вслух, что все будет хорошо, но безуспешно. Девушка не поддавалась на наши уговоры. Она хотела уйти. И немедленно. Две подружки шли вперед. Одна пыталась утешить другую. Я и мой друг держались немного позади девушек. Не знаю, что в тот миг заставило меня оглянуться назад. Возможно, болезненное любопытство моей натуры сыграло со мной злую шутку. Но я это сделал. Признаю, что было темно, но луна светила с ночного неба, посылая свои тусклые лучи на землю. Так что местность не выглядела черной, как смоль. Тем не менее, я полностью уверен, что реально увидел очертание маленькой фигуры в окне на втором этаже. Расплывчатое видение так похоже на маленькую девочку в белом платье, которая пристально смотрела на нас. Я тупо пялился туда добрых 10 секунд. Потом вдруг встрепенулся и дернул приятеля за рукав. Остановил его и заставил посмотреть назад, не отводя своих удивленных глаз от этого окна. Чуть погодя спросил его конкретно. Ты это видишь? Что за хрень? Подумал, что возможно у меня глюк, или это такая игра света. Но нет, мы оба отчетливо видели девочку, когда смотрели туда почти 20 секунд, задрав вверх головы. В какой-то момент закралось подозрение, что это какой-то трюк, и это обычная статичная картинка на окне. Но через 20 секунд силуэт сдвинулся в сторону. Это движение напугало нас до чертиков. Оно послужило сигналом для нарастающей паники. Мы на полной скорости драпанули оттуда, подгоняемые страхом. Пробегая мимо девушек, крикнули им, чтобы они быстрее садились в машину. Все, о чем я рассказал, произошло с нами совсем недавно. Я уверен, что видел это своими глазами. Мой друг полностью подтверждает случившееся. На нас смотрела маленькая девочка в белом платье из окна второго этажа заброшенного психиатрического отделения в 2 часа ночи. Недавно я сняла жилье, переехав от родителей. В моем новом доме все время происходит нечто странное. Каждую ночь в 2.30 из туалета, расположенного возле спальной комнаты, доносятся громкие хлопки. Когда я укладываюсь спать и лежу в постели, в голове раздается громкий шепот, который не дает спокойно заснуть. Иногда в гостиной кто-то ходит, шумно передвигается мебель и включается телевизор. Но больше всего меня пугает ощущение давления на край кровати, как будто невидимый гость только что присел рядом. Уточняю, я мигом просыпаюсь, когда такое происходит. Так что это не сонный паралич. Это случилось примерно год назад. Я лежал в постели, пытаясь поскорее провалиться в сон. В спальне было темно. Всегда боялся темноты с малых лет. Надо уточнить одну деталь, которая уже тревожила меня. Дверь на чердак находится в моей спальне. Ох уж эти чердаки, они такие жуткие. Поэтому я, как правило, немного пугаюсь, когда стемнеет и надо готовиться ко сну. Пока лежав, закрыв глаза, пытаясь хоть как-то уснуть, начал слышать царапающий звук изнутри туалета, расположенного рядом с моей комнатой. Сердце в груди бешено заколотилось, и адреналин рванул по крови. Шумно вздыхаю, сажусь в кровать и стараюсь убедить себя, что там никого нет, просто звуковая галлюцинация. Это не сработало. Поскольку я замер, сдерживая дыхание и напряженно всматриваясь в дверь туалета, мне кажется, что царапание становится громче и тяжелее. Каждый волос на моей голове встает дыбом, по телу бегают мурашки, и я начинаю усиленно потеть. Затем из туалета раздается глухой удар. Я чуть не обмочился от страха, услышав это. Все о чем тогда мог подумать было, «Какого хрена Гринч выбрал именно меня, чтобы убить сегодня вечером?» Я сжался в тугой комок, тихо умоляя всех богов покончить с этим кошмаром. Но внезапно царапание прекращается. Наступила полная тишина. Меня била дрожь. Я рисовал в своем воображении страшные картины, какие только может представить 15-летний подросток, которым я был в то время. С ужасом ожидал, что будет дальше, и увидел это. Черная трещина, разделяющая две половинки двери туалета, вдруг начала расширяться. Я поспешно выхватил из прикроватной тумбочки свой охотничий нож, сунул его под подушку, наблюдая, как дверь медленно открывается. Просто не мог поверить в происходящее. Демоническая сущность на самом деле собирается меня убить. Прямо сейчас. Глядя на постоянно расширяющееся пространство, взял в руку свое совершенно бесполезное оружие, готовясь отразить нападение. В следующую секунду мои глаза разглядели сгусток тени. Зловещая фигура небольшого размера появилась в дверном проеме. Странный черный объект, примерно в четырех футах от земли, осторожно выдвигается из ванной комнаты. Мое сердце почти останавливается, тело цепенеет от ужаса. Затем черное пятно падает на землю, подползает к изножью кровати. Быстрым прыжком вскакивает ко мне на постель и мяукает, прижимаясь к ногам. Я почти заплакал от облегчения, когда понял, что черный монстр оказался нашей кошкой Сьюси. У меня чуть не случился сердечный приступ из-за нее, гребаной киски, которая решила поспать на одну из полок в шкафу туалета. С тех пор я всегда проверял, чтобы кошка покинула мою комнату, прежде чем заснуть. У меня сохранились воспоминания из раннего детства, и большинство из них пугающие, но одно. Когда я был малышом, примерно между двумя и тремя годами, несколько раз видел взрослого мужчину, который выглядел абсолютно похожим на моего отца, только когда он держится за щеки, чтобы сделать дурацкое лицо. У сорокалетнего двойника папы обличье было таким же, он даже не растягивал его. Я помню, как играл в лего с братом в нашей комнате. В какой-то момент выглянул в окно. Этот мужчина зашел к нам во двор и направился к дому. На ходу он медленно повернул голову, чтобы заглянуть внутрь комнаты, где были мы с братом. Потом, вытаращив глаза, начал что-то кричать, размахивая руками. Я испуганно отскочил в сторону и сел на пол, застыв намертво от страха. Мой брат никогда не видел ничего такого, и сейчас он спокойно продолжал собирать детали конструктора. Теперь, когда думаю об этом случае, вспоминаю забытые мелочи. Незнакомого человека, которого я видел, никогда не было прямо передо мной. Я замечал его только через окна. Сейчас я почти уверен, что был одним из тех детей, у которых появляются зрительные галлюцинации, когда они еще очень маленькие. Может показаться, что мой рассказ фальсификация, но то, что я собираюсь вам сообщить, на 100% правда. Моя мама с малых лет была болезненным ребенком и постоянно нуждалась в лекарствах. Не всем коренным жителям в районе, где мы жили, нравились американцы, каковыми мы являемся. Поэтому наша семья могла полагаться только на помощь местного знахаря. Он заявил, что мама не больна, просто ее преследовали страшные видения. Девочка подтвердила, что не раз видела демоническую фигуру, когда оставалась одна. Но в то время она не знала, было ли это на самом деле или просто померещилась. С того времени, когда малышка могла начать запоминать события, и до 5 лет ребенок постоянно жаловался на плохое самочувствие после прихода демона. Родным казалось, что девочка больна каким-то психическим заболеванием. После визита к целителю и лечения травами болезненное состояние прошло. Маме стало лучше. Спустя годы мы обнаружили, что лекарство, которое она постоянно принимала, больше не помогало ей. Как следствие, демоническая фигура 30 лет спустя начала появляться снова. Но я догадывался, что мама не могла сочинить такое. Она действительно видела ее. Мне было просто представить это, потому что я сам иногда чувствовал чье-то присутствие в доме. Слышал шороки, а как-то даже увидел неясную тень, вроде какого-то призрака. Маме начали сниться кошмары, и все мы понимали, что происходит что-то ужасное. Решили вернуться в те края, чтобы проверить, не связана ли проблема с покинутым домом. Но это оказалось не так. Независимо от того, где мы находились, эта хрень следовала за ней, за всеми нами. Надо признаться, долгое время я думал, что мама просто притворяется, пока однажды вечером не убедился в реальности ее страхов. Чтобы справиться с тревожным состоянием, мама выпила успокаивающий чай и отправилась в гостиную смотреть телевизор. Я оставался на кухне, завершая поздний ужин. В доме царило спокойствие, и казалось, ничто не могло нарушить тишину. Никто из семьи не ожидал того, что все мигом изменится. Внезапно мы услышали истошный крик из гостиной, исходящий от мамы. И все побежали посмотреть, что там случилось. Она плакала и кричала, что кто-то больно поранил ей спину. Я не поверил ей, пока не поднял рубашку со спины, и черт возьми, не увидел это собственными глазами. Ее действительно царапали. В комнате не было никого постороннего, но царапины продолжали появляться, длинные и красные. Снова и снова, пока я смотрел, большие полосы тянулись по телу, извиваясь по змеиному. Я был здорово напуган. Побежал за лечебной травой для мамы и уже был на другом конце дома, когда услышал, как хлопнула входная дверь. Бросился к выходу и увидел, как моя несчастная мать направляется к озеру. Имейте в виду, что на дворе была канадская зима, поэтому держался мороз, минус 35 градусов. Она вышла на улицу босиком и в одной пижаме. После того, как я бросился за ней, привел в дом и уложил в постель, она отключилась. На утро мама ни словом не обмолвилась о том, что случилось ночью и по сей день не вспоминает страшное происшествие. Но я до сих пор все храню в памяти. Мы боимся, что приступы начнут повторяться, ей снова снятся жуткие кошмары. Теперь вся наша семья начала видеть черные тени в виде разных фигур. Еще один ужасающий признак присутствия в доме потусторонних сил. У нас живет кошка, и время от времени мы замечаем, что она смотрит в фиксированную точку, подняв шерсть дыбом, как если бы видела кого-то или что-то. Потом испуганное животное стремительно срывается с места и убегает, словно столкнулась с опасностью. Мой отец скончался в прошлом году. Он часто говорил о беседах со мной, что передаст мне в наследство семейную реликвию. Старинный дробовик, который изначально принадлежал его деду. Много лет это ружье хранилось на чердаке нашего дома. Было надежно спрятано в шкафу. После того, как папа умер, я поднялся на чердак, чтобы проверить состояние дробовика, но не смог его обнаружить. Потратил полчаса, я обшарил все вокруг и убедился, что оружия там нет. Несколько месяцев спустя мне приснился странный сон, в котором я встретился с отцом. В ходе беседы спросил папу, куда он положил завещанный мне дробовик. Отец сказал, что ружье хранится в гостевой спальне, в ящике возле туалета. Утром позвонил маме и сообщил, что приеду домой. Рассказал ей свой сон и попросил ключ от оружейного сейфа. Когда мы зашли в комнату, указанную отцом, я открыл металлический шкаф. И, конечно же, дробовик был там. Вполне возможно, что папа сообщил мне о месте хранения оружия, когда был еще жив. И мой сон не более чем ностальгия по близкому человеку. Но я множество раз пытался вспомнить наш разговор об этом наяву. И уверен на все 100%, что такого не было. В детстве играли в будущее. У меня, по легенде, был муж-пьяница. Бил меня, от него у меня трое детей-мальчиков. У подруги муж-инженер старше ее. Прошло 20 лет. Подаю на развод с мужем, потому что пьет и периодически бьет. Терпела ради детей. Двух парней. Еще один в животе. Пятый месяц. Подруга замужем за инженером. Он работает в НИИ. И не вспомнила бы я про детские игры, да только нашла свой дневник у родителей в кладовке. Я вообще человек, который редко ловит галюны по типу «показалось» и не любит придумывать мистику. Сидела дома одна в ВК, общалась с подругой. Просто жду ответ от подруги. Буквально на секунду поднимаю взгляд на окно и смотрю на край девятиэтажки. В окне седьмого этажа вижу какую-то бежевую фигню, которая сидит на подоконнике. А точнее лежит. Сначала показалось, что это собака такая. Поэтому опускаю взгляд обратно, но вдруг понимаю, что оно слишком большое, чтобы быть собакой. Ошарашенное смотрю туда еще раз. И нет, если вы подумали, что оно исчезло, вы ошиблись. Это существо спокойно сидит дальше. Я могу разглядеть что-то типа ног, рук, сложенных как у собаки, но очень тощих. Лица у этой штуки нет. Просто сплошной цвет. Пока в шоке разглядывала это существо, подруга закидала меня сообщениями и телефон буквально разрывался от уведомлений. Написала ей о том, что вижу. Она спросила у меня, может это голюны? Я ответила, что может, чтобы она не сочла меня сумасшедшей. Поднимаю взгляд снова и вижу, как эта штука кидается на окно, на котором сидела и даже немного расплывается, как клякса. Я завизжала и как ошпаренная выбежала из комнаты. Кроме подруги, никто об этом не знает, и я не думаю, что она мне поверила. Но я-то знаю, я видела. Убираюсь в своей квартире. Вдруг, краем глаза замечаю, как из коридора на кухню пробегает какая-то тень. Небольшая, сантиметров сорок в высоту. Думала, что это кот. Оборачиваясь, кот сидит и смотрит на меня вытрощенными глазами. И как будто спрашивает. Ты это видела? Я сам офигел. После этого кот несколько дней пытался залезть в зеркало. Большое, в коридоре висит. То лапами туда рвется, то мордой тычется, то сбоку как-то влезть пытается. Через какое-то время опять увидела тень. Наверное, обратно побежала. Кот тоже прекратил попытки в зазеркалье пройти. В принципе, я этого не боюсь. Ну, портал так портал. В конце концов, может быть, в моем мире это тень, а в том, может, это я непрошенным гостем по лесу со своим веником тропинки мету. Через два дома от нашего был дом, в котором жила зажиточная семья. Мать, отец, дочка 12 лет и собака. Ребенком я часто бывал у них в гостях. Вдруг они резко съехали куда-то, продав дом с участком, двумя гаражами, баней и квадроциклом за копейки. Раз в пять дешевле рыночной цены. Через какое-то время я подружился с девушкой, чья семья купила этот дом. Начал бывать там с ночевкой наедине с ней. Чего там только не происходило. Топот ног в тяжелых сапогах по второму этажу. В доме мы были одни. Черные тени, всплывающие из дверных проемов. Голоса, свист, как будто кто-то подзывает собаку. Однажды приехали с этой девушкой среди осени. Единственные ключи были у нас. И посреди кухни на полу обнаружили старую, облезлую елочную игрушку в виде Деда Мороза. Как вешали на елке в 80-е. У девушки никогда такой не было. За вечер я ее несколько раз убирал с пола и ставил на полку. Но когда мы возвращались, она неизменно стояла на том же месте на полу. В конце концов, запер ее в ящике стола. Ночью проснулся от дикого крика девушки. Пришел, нашел ее трясущуюся от шока. А на полу, на том же месте, осколки игрушки, которую она раздавила в темноте, когда шла в туалет. Однажды у меня сломался мотоцикл. Я остался его ремонтировать. Девушка уехала. Закрыл все двери. Заперся изнутри в гараже, который был пристроен к дому. Вдруг слышу, с грохотом захлопнулась входная дверь. Тяжелая, стальная. Звук ни с чем не спутаешь. И тяжелый топот в доме. Я решил, что кто-то вломился. Схватил гаечный ключ через окно, соединявшее дом с гаражом, влез в дом. Обследовал его сверху донизу. Дошел до тяжелой входной двери. Она была закрыта на замок. На четыре оборота. Спал в гараже с топором и включенным светом. Живу с родителями, ночью проснулся в туалет. Сделал свои дела, возвращаюсь в постель и замечаю в ней непонятный силуэт размером с крупного мужика. Осознание реальности увиденного приходит в тот момент, когда я уже запрыгиваю под одеяло и не успеваю остановиться. Чувствую, как огромные горячие клешни обнимают меня и нежно притягивают к себе. Издаю хрип вместо крика, вырываюсь, в истерике выбегаю из комнаты, ору уже во всю глотку. Просыпаются родители, все в замешательстве. Заходим в комнату, включаем свет, в постели пусто. Немного придя в себя, ложусь обратно и засыпаю. Утром нахожу добротную горсть грязи, хвои и крупной бурой шерсти на простыне. В доме у моих прабабушки и прадедушки стояла старая большая икона. Их дом сгорел, и икона переехала в дом моих бабушки и дедушки. Когда я приехала к ним отдыхать, то спала как раз в той комнате, где она находилась. Каждый вечер мой взгляд невзначай падал на нее. И я ловила себя на мысли, что мне немного неуютно, когда с высокого шкафа на меня смотрит эта святая вещь. Так я спал две недели, но однажды ночью на шкафу ее не оказалось. Мне показалось это странным, и наутро я спросила у бабушки, куда же делась икона. Бабушка ответила, что икона разбилась несколько месяцев назад, еще до моего приезда, и уже давно не стоит на том шкафу. Вот тогда мне стало по-настоящему жутко. Раньше увлекался оккультизмом, искал и скупал редкие книги. В доме даже есть отдельная комната-кабинет со всем подобным добром. Одну из таких книг я купил в другом регионе. Очень старинная и ценная, принес домой. В эту же ночь начала происходить какая-то чертовщина. Книги валились с полок. Кот вставал на дыбы, двери хлопались. Апогеем стала ворона, бьющаяся в окно. Это надо было видеть. Я, взрослый мужик с котом под мышкой, орущим благим матом, бежал из дома в гараж. От книги избавился. Было это летом, и после ночной прогулки с друзьями я пошел домой. Все как обычно. Зашел домой, вызвал лифт, поднялся на этаж. Открываются двери лифта. Вижу, стоит бабушка. Я вышел, пропустил ее, и она зашла внутрь лифта, а я подошел к своей двери и стал открывать. Лифт закрылся, но никуда не поехал. Ну, думаю, может плохо стало или что-то еще. Пошел проверять. Нажимаю на кнопку, лифт открывается, а там никого. До сих пор не езжу в лифтах и хожу пешком. Муж моей подруги автослесарь. Есть съемный двухэтажный гараж и работники. Как-то он остался один в гараже на ночь. Надо было машину до завтра сделать. Стоит над капотом, курит. Вдруг сзади подходит мужик. Стучит по плечу и говорит, дай закурить. Муж подруги, да без проблем. Потянулся в карман и обмер. Он в гараже один, двери закрыты, ночь. Поворачивается, никого нет. Можно было списать на усталость и глюки. Но этот товарищ стал просить закурить у всех, кто оставался на ночь в гараже. Потом они оттуда съехали. От деда остался дом в деревне. Решили ездить туда на лето. Деревня глухая, кругом лес, тишина, удобство на улице. Ночью пошла в туалет с фонариком. Смотрю, в саду охотничья собака под яблоней копает что-то. Увидела меня, гавкнула и продолжает. Утром смотрю, никаких следов, что копали. Да и в деревне такой собаки нет. Сказала мужу, взяли лопаты, всю землю изрыли на том месте. Нашли коробку из-под чая, а в ней золотые монеты. Отстроили новый дом. Такая собака у деда моего была лет 30 назад. В электричке заметила красивого молодого человека в военной форме. Кажется, пограничник. Высокого роста, волосы черные и белая кожа. На вид лет 23. Встретились глазами. Загадочно так мне улыбнулся и подбегнул. Я выходить. Боковым зрением вижу, что он в тамбуре стоит. Поворачиваясь в его сторону, а там форма та же, тот же высокий рост. И вроде он, но вот только волосы седые-седые и лицо в морщинах. Старик под 80. Улыбнулся так же загадочно. Подмигнул и вышел. Моя работа заключалась в том, чтобы охранять стадо от хищников. И это была самая страшная ночь в моей жизни. Но обо всем по порядку. Так как засуха высушила все источники воды для домашнего скота в местности, где устроен нынешний загон, то возникла острая необходимость перевести стадо как можно скорее к более подходящему пастбищу. Наша группа, босс, пятеро молодых ребят и несколько мужчин постарше, около недели готовили все необходимое, ожидая прибытия вагонов для животных, поэтому успели подружиться. Вначале наша поездка проходила по железной дороге. Потом предстоял пеший перегон. Итак, в первые сутки мы проехали довольно спокойно. И к восходу солнца добрались до станции выгрузки, а также первого привала. Быстро соорудили лагерь, загнали скот в загон, после чего начали устраиваться на ночлег. Определились с дежурством, мне выпала третья смена, поэтому без промедления залез в палатку и рухнул на матрас, предусмотрительно положив руку на приклад винтовки. Как обычно, быстро заснул и спал мертвецким сном, но мигом проснулся от легкого прикосновения к своему плечу. Понял, что пора готовиться на смену, два часа ночи. Старик, который разбудил меня, хмуро сказал, «Не придется пойти с тобой». Босс предупредил, что сегодня никто не ходит дежурить в одиночку. Я был немного сбит с толку его словами, но молча выбрался из палатки и пошел с ним. Раньше на старом месте мы караулили стадо по одному, поэтому изменившиеся правила вызвало удивление. Но я давно привык не задавать лишних вопросов. Пройдя несколько минут в нужном направлении, мы добрались до места. И вот, что было перед нами. Два парня, заканчивающих смену, едва стояли на ногах. У каждого из них на готове оружие, тонна пустых ящиков и использованных патронов вокруг них. Забыл упомянуть, две целые свежие коробки боеприпасов, всего около тысячи патронов, мы принесли с собой. Три десятка дохлых лисиц валялось в разных местах возле загона. Воняет чертовски мерзко, как будто мертвые туши быстро гниют. Причем зловонный запах намного сильнее, чем обычно. Все казалось довольно странным, потому что обычно мы работаем в одиночку и почти не стреляем. Парни вручают нам винтовки, и действительно, пожилой охранник остается со мной, а дежурившие отправляются в лагерь. Но когда они уходили, один из них оглянулся и усталым голосом пожелал нам держаться. Я спросил, что он имеет в виду, но ребята продолжили идти, больше ничего не говоря. Они слишком устали, подумал я, поэтому проигнорировал их совет. Итак, старик, мой напарник, и я дежурим согласно графику. Сейчас полная луна и чистое небо, поэтому нам не нужно беспокоиться о фонариках. Все вокруг хорошо просматривается. Воздух достаточно свежий, но удивительно теплый для местной глубинки. Честно говоря, не совсем плохая ночь для смены. Мы идем всего минут пять, как вдруг из кустов у линии ограды выскакивает леса и начинает подползать к скоту. Ничего особенного. Старик и я поднимаем винтовки, нажимаем курок примерно в одно и то же время и промахиваемся. Зверек полностью игнорирует наши выстрелы. Он продолжает подкрадываться, как ни в чем не бывало. Я снова стреляю. Что за чертовщина? Никогда такого не было. Я допускаю второй промах. Потом рядом со мной стреляет старик, но понимаю, что его цель находится позади. Оглядываюсь и замечаю умирающую лису совсем рядом. Снова посмотрел перед собой. Нигде не увидел лисицу, как будто сквозь землю провалилась. Хмыкнул. В голове быстро промелькнула мысль. Должно быть сбежала обратно в кусты. Через пять минут эта жуткая тварь снова выползает из зарослей. На этот раз я убиваю животное. Оно падает и бьется в конвульсиях. Направляю винтовку и делаю второй выстрел в голову, чтобы избавить беднягу от страданий. Через минуту слышим шарканье позади нас. Оба одновременно оборачиваемся и видим стаю из пяти лисиц, примерно в двадцати-тридцати метрах от нас. Разгружаем на них патроны. Довух получилось уложить, пока остальные разбегаются. Возвращаемся к исходному положению, а там подкрадываются еще трое хищников. Моя пуля попала в одного. Зверек отключается, а потом двое других продолжают упорно ползти к цели. Старик промахивается по второму, но следом добивает его. Мой следующий выстрел достигает третьего в ноги. Затем напарник собирает мертвых лис, бросает их в канаву неподалеку, сразу за насыпью, и мы снова продолжаем обход. Оказывается, это был не конец. Просто временная передышка. Вторжение диких тварей продолжалось всю ночь. Где-то минут через десять все повторилось, и длилось всю нашу трехчасовую смену. Частота вылазок оголтелых лисиц уменьшалась по мере того, как начинал пробиваться утренний свет. Это дежурство стало полным безумием. Старик и я, которые очень хорошо владеют огнестрельным оружием, просто не могли поразить воришек. Животные продолжали появляться внезапно, возникая из ниоткуда. Некоторые лисицы приближались к нам сзади и сбоку. Мы не уверены, хотели ли они атаковать нас или отвлечь, но это всегда происходило, когда густые заросли были рядом с загоном. К рассвету за нашу смену мы, должно быть, уничтожили десятки лисиц. Вполне возможно, что это была одна из самых страшных ситуаций, в которых мне приходилось когда-либо побывать. Во вторую ночь меня не поставили в смену, выпал выходной, но, видимо, кошмарная ситуация повторилась. Короче, случилось то же самое. Когда я встал утром в 4.30, чтобы начать подготовку к дежурству, двое парней, которые вернулись с третьей смены, выглядели чертовски замученными. За пределами лагеря, возле нашего поста, в какую сторону не направь взгляд, на тысячу ярдов вперед, просматривались кучи мертвых лис. Третью ночь никто из работников, оставшихся в лагере, не мог заснуть. Люди просто лежали, слушая трескотню винтовок, всю ночь. Пришло время отправляться в путь. Начали загрузку скота, а я решил пройтись. Подошел к яме, куда скидывали тушки лисиц, и офигел. Ни одной лисы, просто пустая яма, куда они делись, вокруг на множество километров ни души. Позвал босса, он сильно занервничал, и попросил ускориться, чтобы побыстрее убраться из этого жуткого места. Сплю на дежурстве, лицом к стене лежу. В полусон такое вкрадывается, меня сзади обнимает кто-то, так прямо во всю спину, прямо коленками под коленки, и так тесно-тесно. Думаю, нихрена себе кто-то обнаглел, пытаясь развернуться, треснуть этого кого-то, а там пусто. И такой по спине ледонящий холод до жути. Молитву прочитать хочу, а губы, как не мои, еле-еле ворочаются. Потом махом все раз, и нормализовалось. Когда мы с мужем ссоримся, я ухожу спать в другую комнату, у него начинается веселая ночь. То его ночью кто-то душит, то просто садится рядом на кровать, то слышны шаги, похожие на детские. И каждое утро он с таким ужасом в глазах это рассказывает, а я просто знаю, что мой домовой меня любит. Чувствую его иногда рядом и ставлю ему молоко с хлебом. А потом домовой начал играть со мной. Щекотать ночью, мяукать на ухо. Пришлось осветить дом. Боялась, что напугает детей. И он ушел. Жаль. В квартире, где умерла бабушка, творятся жуткие вещи. Постоянно открывается и закрывается сама по себе входная дверь на сложном замке. Включается и выключается техника. Падают и передвигаются предметы. Слышатся голоса и прочая потусторонняя хрень. Но апогеем этого стало то, что я проснулась и увидела сидящую в кресле маленькую девочку со стеклянными глазами. Включила свет. Нет ее. Страшно. На ладонях у меня начали появляться бородавки. Пошла удалять азотом. Сдала кровь. Инфекции нет. Через несколько дней после удаления они начинали появляться опять. Через неделю поехали с парнем на море и все прошло. Думала морская вода помогла. Приезжаем домой. Опять все по новой. Оказалось, подарил парень мне кулончик с двумя розочками накануне этих событий. А снят он был несколько лет назад в больнице с его бывшей девушкой, которая умирала. А когда ездили на море, я просто не надевала его. Сняла кулончик и все прошло. За всю мою сознательную жизнь мне два раза снились вещи сны. Оба раза перед стихийными бедствиями, с ущербом и большими разрушениями. Оба раза с разницей в пять лет по моему населенному пункту прошлись невиданные для наших краев мощнейшие смерчи. Никто не верил, кроме бабушки, которая постоянно что-то твердила о даре в наследство. Два года назад с парочкой своих друзей переехали в сельскую Индиану, чтобы пожить самостоятельно вдали от родителей. Мы поселились в довольно большой квартире в полузаброшенном доме нашего общего приятеля. Кстати, раньше одно крыло служило настоящей часовней, а другое было занято жилыми помещениями. Моя мама как-то проговорилась, что там проводилось несколько сеансов экзорцизма. И вспомнила давний случай. Однажды она наблюдала, как распахиваются двойные двери в жилые помещения. Что-то шумно топает по лестнице, и все это происходит во время очередного обряда. Черт, даже сейчас жутко находиться в подобном месте. Когда я добрался туда и немного освоил, мой друг, с которым жил в то время, показал мне неиспользуемый бетонный подвал. Внутри него отгорожена комната, чуть больше туалета, но меньше обычной спальни, которая, на первый взгляд, не предназначалась вообще ни для чего. Единственное, что показалось значимым в крохотном помещении, это странный символ, нарисованный на середине стены, который сразу вызвал у обоих неприятные ощущения. Мы быстро покинули подвал, и поднявшись наверх, погуглили, чтобы разобраться с таинственным рисунком. Найденная информация пояснила, что это символ, олицетворяющий демона, который предпочитал забирать детские души и тому подобное. Точно не помню, что входило в его обязанности. Теперь о самой ситуации, случившейся непосредственно со мной. Час ночи, все мои соседи по комнате давно спят. Только я лежу с открытыми глазами, всегда с трудом засыпаю на новом месте. Покрутившись сбоку-набок, в тщетных попытках поймать сон, решаю выйти на улицу. Обычно, спустившись к воротам гаража, я беру с собой на прогулку нашего щенка Питбуля. У него забавная кличка Конфетка. Обхожу задний двор и направляюсь в сторону леса. Молодой пес уже настолько хорошо обучен, что будет без поводка держаться рядом с идущим. И обычно он звонким лаем отпугивает стайку койотов, которые прячутся вокруг. Однако в этот раз, когда я двинулся по тропинке к лесу, Конфетка останавливается и начинает жалобно скулить. Она не идет за мной, как делала это раньше. Поэтому я повернулся к ней и начал упрашивать. Ласковым голосом предлагает двигаться дальше. Но, увы, питомица наотрез отказывается сойти с места. Она продолжает скулить, и вся трясется. Я принимаю решение отвезти ее обратно. Поднимаюсь в нашу квартиру, кладу щенка на мою кровать, а он продолжает дрожать и испуганно озираться по сторонам. В силу собственной глупости подумал, что Конфетка теперь в безопасности, с ней все будет в порядке, и решил в одиночку прогуляться на свежем воздухе. Тем же путем добрался до места, где так неожиданно оборвалась наша совместная с собакой прогулка. Но на этот раз периферийным зрением я заметил какое-то движение рядом со мной. Кто-то почти впритык следовал моим маршрутам. Я просто продолжал идти вперед, пока что-то не щелкнуло в моей голове, предупреждая об опасности. Внутренний голос сказал, «Посмотри на это!» Быстро повернулся, старательно вглядываясь в темноту, в надежде рассмотреть того, кто шагает рядом со мной. Вы не поверите, в лунном свете я разглядел белую фигуру ростом в половину меня, одетую в короткое платье. Она мгновенно поравнялась со мной, потом что-то прошептала на ухо. Страх подхватил меня, словно за спиной выросли крылья, и заставил ринуться вперед, сломя голову. Не помню, как я забежал в огромный заброшенный двор и сел на пороге. Но подождите, это еще не вся история. Слегка отдышавшись, я закурил, начал слушать музыку. Через какой-то промежуток времени успокоился и решил, что конфетка вероятно. Тогда увидела койота, который оказался крупнее обычного. Успокоившись, окончательно уверился, что теперь готов ко сну. Я почти забыл про белую фигуру, так впечатлившую меня, поэтому решаю вернуться тем же путем обратно в квартиру. Маршрут выбран прежний, потому что это самый короткий путь домой. Оглядевшись, неспеша направился к огромной открытой местности, за которой стоит лес, и сразу увидел что-то бегущее в темноте. Мне стало любопытно, что за зверь так напугал меня и щенка, поэтому остановился и продолжал наблюдать за передвижением странной сущности. Расстояние между нами быстро сокращалось, и вскоре я смог разглядеть две ноги и то, что фигура была довольно большой. Когда я определил, что это громоздкое, неповоротливое существо непонятного происхождения все же приближается ко мне, начиная отчетливо проявляться в лунном свете, я помчался к нашему дому. Слышал, как что-то преследует меня все время, пока не добрался до нашей двери. Дома меня ждала до жути напуганная собака, которая вжималась в одеяло и скулила. У моего брата всегда случались ужасные ночные кошмары, пугающие его самого и родных. Но я не воспринимала всерьез эти рассказы, пока сама не столкнулась с чем-то необъяснимым. Спальня младшего брата, как и моя, находилась на этаже с родителями. Однажды ночью я лежала в постели. Моя комната была ближе всего к родительской спальне, но еще не спала. Вдруг наш домашний любимец, Кот Бина, спавший возле меня под одеялом, вскочил на ноги. Выбрался мне на грудь и зашипел. Он выгнул спину и фыркал, глядя перед собой. Я посмотрела туда и увидела небольшую фигуру, стоящую перед моим зеркалом в белых трусах. В первый момент подумал, что вижу своего брата, пытающегося напугать меня. Давно привыкнув к его глупым выходкам, я спокойно попросила подростка вернуться в свою постель. Но он не сдвинулся с места. Затем повернулся ко мне лицом. Черт возьми, это был не мой брат. Честно говоря, мысль, что в комнату проник чужой, молнией вонзилась в мое сознание, заставив сердце биться сильнее. Силуэт выглядел чересчур бледным, почти прозрачным. И после моих слов он начал стремительно увеличиваться. Казалось, рост его уже достиг потолка комнаты. Призрак внимательно смотрел на меня. Его огромные глаза были черными и пугающими. Кот перепрыгнул с кровати на книжную полку и продолжал шипеть. Я тоже закричала от ужаса, щелкнула выключателем, но при свете лампы все пропало. Больше ничего не напоминало о визите страшной сущности. Когда в спальню забежали родители, услышав мой крик, они ничего не поняли из бурного потока моих слов. Брат, одетый в пижаму, тоже вошел в комнату, потирая сонные глаза. Он сказал, что никого не видел в своей спальне. Со временем почти забыла о случившемся в детстве, но на днях пришлось вспомнить неприятный случай. 20 лет спустя я случайно услышала, как мой братец рассказывал своей новой подруге о том, что он никогда не мог нормально уснуть, когда был ребенком. Причиной тому, по его словам, был длинный тощий чувак с белой, как мел кожей, который все время наблюдал за ним. У друга дача капитальный дом в два уровня с мансардой. Два года назад там утонул в бассейне его пятилетний сын. Потом год там никто не жил, не хотелось там находиться. Этой весной начали перестраивать дачу под постоянное жилье. Все лето и осень на даче постоянно жили двое-трое рабочих, ну и мы по выходным. И вот на этой неделе я остался там один на пару дней. Сижу на втором этаже, смотрю ютуб, как обычно в три часа ночи. Тишина, покой. Тут сначала звук, как будто кто-то спрыгнул с подоконника, а потом побежал по лестнице вверх. И все, опять тишина. Я спустился вниз, все окна и дверь закрыты. Ну, думаю, показалось. А сегодня вечером за чашкой чая вспомнил это и рассказал. Так вот, оказалось, что рабочий, который постоянно там сейчас живет, регулярно слышит и ходьбу, и бег детский. Иногда ему кажется, что за ним наблюдают. Нам он не рассказывал, думал, мы его дурачком посчитаем. Потом и друг говорит, что пару раз слышал. Все происходит, когда на даче кто-то один, когда компанией тишина. Дружила с соседкой, живущей этажом выше. Она мне пожаловалась, что у нее в квартире живет домовой. Я, как человек материалистического воспитания, ей не поверила, естественно. Ну, короче, она мне оставила ключи. Я там ночь переночевала, чисто ради эксперимента. Легла спать, все нормально. Ночью проснулась от дикого грохота. Собравши всю храбрость в кулак, пошла на звук. В идеально чисто прибранной кухне все было кувырком. Все дверцы кухонных шкафчиков открыты, вся посуда на полу. В общем, собрала я монатки и завязала с экспериментами. Пошла домой, короче. А соседке посоветовала убрать всю грязь из углов. В нее по углам была рассована куча всякого добра, типа коллекции сигаретных пачек. И поставить рюмку с кусочком посмотрите, но все прошло. Смотри так же. Пропали без вести в 3.34.